Зал 12-й школы, рассчитанный на 400 человек, заполнен почти целиком. На общественных слушаниях жители Ленинского района, общественники, депутаты, педагоги. Все они пришли высказать свое мнение по поводу застройки 109-го квартала. На территории этого района есть одна школа, шестая. Она уже переполнена, мы учимся в две смены. И, к сожалению, расширение пока не планируется. Кроме того, есть поликлиника, которая тоже не резиновая. Люди сейчас сидят в очередях по талончикам по времени. А в период эпидемии детская поликлиника, врач, не успевает пройти все вызовы, потому что детей намного больше. Во-первых, это уродует город. И такое количество квартир повлечет за собой огромное количество машин. Уже на сегодня в этом районе довольно тяжело парковаться. Поличество парковочных мест, которые планируются при вот этой застройке, довольно небольшое. Вилоновская, Самарская, Ульяновская, Садовая. Квадрат этих улиц называют 109-м кварталом. Здесь множество зданий родом из прошлой эпохи. И памятник архитектуры, усадьба Зеленка. Многие дома здесь давно пришли в негодность. И квартал требует реконструкции. Застройщик, готовый ее провести, нашелся. В планах у него строительство 7-17 этажек. Именно в этом квартале уже сейчас, на данный момент, присутствуются 33-х этажки. То есть уже параметры многоэтажной жилой застройки. Я не говорю, что 17-этажки – это выход. Я говорю о том, что это требует дальше проработки, именно в рабочей документации, согласований с главным архитектором города, согласований с жителями. Я считаю, что там должна быть уникальная архитектура. Мы 50 лет ждем, когда нас снесут. Вот мы рядом, вот эти все деревяшки, мы все там живем. И мы все, представляете, в центре города вода из колонки, туалет на улице, извините меня, да? Печное отопление дровами в центре города 21 век. Как вы думаете? Мы не то, чтобы там многоэтажки строить, мы за то, чтобы нас снесли. Те, кто против многоэтажной застройки, согласны, что реконструкция квартала нужна, но при этом важно не увеличить нагрузку на школы, поликлиники и парковки и сохранить внешний вид района, который входит в туристический маршрут. Мы однозначно говорим, нет 17-этажным зданиям. Мы однозначно говорим о том, что эту часть города необходимо застраивать. Но речь должна вестись все-таки о домах, которые не окажут существенной нагрузки на существующие, в первую очередь, социальные объекты инфраструктуры. И второе, чтобы эти дома, они все-таки соответствовали в целом виду нашего города. К решению вопроса активно подключились и общественные советы. Их представители также высказали свое мнение на слушаниях. Портится исторический вид города, и нарушены все нормативы, и нет социальной инфраструктуры достаточной для данного района. Мы поддерживаем право жителей Ленинского района на благоприятные условия жизнедеятельности. Теперь по итогам слушаний будет составлен протокол, который до 31 мая должен появиться на сайте администрации Ленинского района. Результаты обсуждений учтут, когда будут принимать окончательное решение о судьбе 109-го квартала. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова